Привет всем! Сейчас я вам расскажу, как можно залить свой сайт, ранее созданный, на хостинг, чтобы он отображался в интернете и его смогли просматривать не только вы со своего компьютера, но и другие пользователи с любых точек мира. Прежде всего, у вас уже должен быть готовый сайт. Ну, к примеру, вот это... Ну, вообще, что такое сайт, да? Это набор различных каких-то папочек, а в папочках находятся файлы, а файлы из себя представляют либо это картинки, возможно, какие-то видео, возможно... Ну, и самое основное — это текст. Вот. У меня простой сайт, я его даже открою. Вот самый простой сайт в мире. Его мы попытаемся залить на сервер. На сервер, который мы ранее должны были уже приобрести. Ну, в общем, мы пройдем все этапы. Прежде чем рассказать вам о том, как залить сайт на хостинг, я хочу рассказать вам о том, как вообще работает хостинг. Вот у меня есть здесь картиночка, ее и рассмотрим. То есть, давайте так лучше вы... То есть, у нас есть компьютер, да? Вот вы создали сайт на вашем компьютере, и там стили какие-то, возможно, вы там Denver подключили, и на PHP какие-то функции добавили, скрипты и так далее. В общем, вы создали сайт, который отображается в интернете, но отображается в интернете по типу вот такого. File, Users, и вот тут оно идет уже путь на компьютере. То есть, если другой пользователь перейдет по такому же адресу, у него откроется совсем другой какой-то... Ну, возможно, вообще ничего не откроется, либо какой-то файл на вашем компьютере откроется. Вот. То есть, открывается с компьютера. Нам же нужно с компьютера закинуть на хостинг. То есть, это, можно сказать, такой глобальный компьютер, сервер, на котором хранятся файлы, ваши скрипты, функциональность, картинки, видео, музыка и так далее. Все, что вам нужно для того, чтобы ваш сайт работал полностью. Таким образом, хостинг нам требуется для того, чтобы закидывать туда файлы. Далее, с хостинга файлы уже доступны во всем интернете. То есть, теперь любой пользователь может по доменному имени, то есть, которое вы также должны приобрести, обращаться к сайту, и на сервере будут выдаваться те файлы, которые вы туда забросили. Таким образом, любой пользователь может посмотреть ваш сайт в интернете, и, в общем, так работает эта система. Ну, это так, в двух словах. Теперь перейдем непосредственно к самому хостингу. Хостинг бывает двух видов. Бывает хостинг бесплатный, бывает платный. Сразу скажу, что лучше сразу брать платный хостинг. Чем он лучше? Он лучше тем, что ваш сайт можно потом будет закидывать в разные системы, какие-то там для монетизации, к примеру, вашего сайта. Ну, для того, чтобы вы получали прибыль. На платный хостинг больше просмотров идет с интернета. Бесплатный хостинг, он чисто для пробы. И если вы хотите, это больше такие блоги какие-то на нем создаются. К примеру, там Joomla, народ.ua, по-моему, как-то так оно там называется. Блог-спот от Google и тому подобное. То есть, блоги. Мы же не будем такие рассматривать. Мы рассмотрим именно платный хостинг. Вот я заказывал свой хостинг в такой компании, как Ukraine Hosting. Это, в принципе, довольно такая крупная компания. Она предоставляет хостинг. И также на ней можно купить регистрацию доменов. То есть, имя для сайта. Она очень крупная компания. Надежная компания. Я с ней сотрудничаю уже более двух лет. И никаких претензий я не имею к этой компании. Тут буквально два слова скажу. Что вот я, к примеру, покупал тарифный план лучший. Вы же можете купить просто сайт SSD. Вот этот тариф. Это будет идеальный для вас вариант. Тут дается 1 гигабайт места. Это очень много, если честно, для сайта. Если вы только начинаете создавать сайт, то это действительно очень много. Стоит на год 342 гривни. Либо можно, к примеру, в рублях посмотреть. 862 рубля. Вот. То есть, цена такая приемлемая. Либо же заказать этот на 5. Мастер и эксперт я вам не рекомендую брать. Почему? Потому что это действительно для уже крупных сайтов. И, в принципе, они по настройкам ничем не отличаются. Все вот эти вот тарифные планы. Единственное, что у них отличается, это память. Не память, а место на диске. 1 гигабайт, 5 гигабайтов, 10. И также еще сколько можно сайтов добавить. Но поскольку, я думаю, вы только начинаете, то один сайт вам абсолютно хватит. Вот. Это по поводу хостинга. Регистрацию доменов также можно здесь заказать. То есть, это имя будет для вашего сайта. Если же вы все это уже сделали, тогда вам должно было прийти какое-то письмо. Либо можете написать в поддержку, где будут указываться... Ну, вообще, письмо оно большое, но у меня было так, что у меня указывалось вот такое. Для доступа по FTP используйте следующие реквизиты. Здесь был сервер name, то есть мой сервер, и потом логин и пароль. С помощью них мы можем подключиться к серверу. И это я сейчас вам покажу, как это все делается. Итак, чтобы забросить файлы на сервер, нам потребуется специальная программка, которая подсоединяется к FTP серверу и забрасывает туда файлы. И также, наоборот, скачивается с этого сервера файлы для какой-то возможного редактирования этих файлов. Для редактирования самого сайта. На Windows существует множество программ, которые позволяют это сделать. Одна из таких программ это FileZilla. То есть в Google можете просто набрать FileZilla, и вам выбьется ихний сайт. Здесь вы можете скачать как для Windows, исключительно для Windows, так и для всех остальных платформ. Я же скачал для macOS. Сейчас запущу. В принципе, версии должны отличаться. То есть, ваша версия на Windows должна отличаться от версии на macOS. Если это не так, это вообще супер. Вам будет даже проще. Если же это так, то не бойтесь. В конце этого видео я расскажу вам, как можно подключиться к FTP серверу. С помощью такой программки, как Total Commander. Я думаю, вы все слышали о такой программке. Возможно, некоторые из вас даже уже подключались когда-то к FTP серверу в Total Commander. Приступим. Чтобы подключиться к серверу, нам необходимо знать имя пользователя, пароль и сам сервер. Если вы купили хостинг и вам не было выслано логин и пароль, а также сервер, ну короче, все необходимые реквизиты для доступа, тогда обратитесь в техподдержку с просьбой о том, чтобы они выслали вам все необходимые реквизиты для доступа к FTP серверу. На данный момент, я думаю, у вас они уже есть эти, все необходимые реквизиты, и мы можем просто их сюда ввести. То есть, что мы делаем? Возможно, у вас по-другому будет, конечно, устроен файл ZIL, но тем не менее. Вы нажимаете «Новое соединение», там находите кнопку «Новое соединение». Хост – это как раз сервер. Мы вводим сервер, который нам присылал наш, например, email, наш хостер, провайдер. Имя пользователя – это наш логин. И пароль – это пароль, который вот так же присылается. Порт. Порт, в принципе, у вас всегда 21 будет. Ну, не всегда, конечно, если у вас будет там крутой какой-то хостинг очень, то, в принципе, вы можете по защищенному, ну, обращаться к серверу по защищенному каналу. То есть, Secured FTP, то есть, S-FTP. Тогда используется порт 22. Но обычно 21 – это вот самый стандартный. И файл ZIL, он вообще идет по умолчанию, поэтому порт можете оставить пустым полем. После ввода всех данных нажимаем на «Быстрое соединение». Я это уже сделал, и я подключился к нашему серверу. К моему серверу. Теперь у меня, что я здесь вижу. Здесь у меня отображаются файлы на сервере. Вот у меня здесь есть три сайта. Это idsburner, mptrixer и plurimi. Если я перейду в один из этих сайтов, то здесь у меня будет папочка 3w. Это вот 100%. Это наш главный сайт. То есть, если мы обращаемся к сайту plurimi.com, то 3w, ну, то все файлы вот этого сайта будут находиться в папочке 3w. Если же мы обращаемся, к примеру, к поддомину, к примеру, там, ball.plurimi.com, тогда вот здесь будут все файлы для этого сайта находиться. Ну, также для Coin, Mace и вот еще один там сайтик. То есть, это поддомины. У вас же будет только 3w папка. В нее мы заходим, и здесь мы видим все абсолютно файлы, которые нам необходимы для какой-то корректной работы сайта. Ну, по крайней мере, моего. Я здесь, то есть, здесь мы можем теперь создать какую-то дополнительную папочку, в которую мы закинем все наши файлы. Папочки создаются очень просто, да? Создать каталог, и мы его называем, к примеру, тест. Это у нас будет тест. Вот, добавился каталог, мы в него заходим. Ну, точнее, вам не нужно добавлять каталог. Вот это я забыл вам сказать. У вас же здесь просто будет пустой файл, то есть, вообще ничего не будет в этой папке, либо будет находиться index.html. Если тут находится index.html, тогда спокойно можете удалить этот файл. Это обычный файл, который предоставляет, ну, который всегда дается вместе с хостингом, как бы. Его можете просто удалить и уже в эту папку закидывать все-все-все наши файлы нашего сайта. Я их просто закину в тест. Секунда. Вот так вот. Все, все наши файлы закинуты в папочку тест. У вас же может это просто быть без теста. Вот так вот, в 3w закинуты. И все будет у вас функционировать. Тогда вы просто заходите на ваш сайт, на ваш домен, и уже он будет работать. Я же зайду также на свой сайт. Так, plurimi.com, тест. Вот. И мы видим, что все абсолютно функционирует. И при этом уже на моем домене. То есть, plurimi.com, тест. И открылась по умолчанию, сразу по умолчанию, открылась index.html. Это основной документ, который всегда по умолчанию открывается. Открывается. Вот. Таким образом, мы закинули наши файлы на наш сервер. И тем самым закинули их в интернет. Теперь каждый пользователь может находить наш сайт в интернете, просматривать информацию. А мы можем зарабатывать на это. Но это уже с помощью других там сервисов. Вот. Такая тема. Сейчас я вкратце расскажу вам, как можно подключиться к серверу с помощью Total Commander. Total Commander имеет множество различных версий. Поэтому в каждой версии соединение с FTP сервером отличается. Но в основном оно схоже. И я думаю, вы разберетесь. Смотрите. В панели управления есть такая вкладочка, как FTP. В разных версиях по-разному. Поэтому иногда она находится в сеть. Это кнопочка. Заходим, к примеру, в сеть, если ее здесь нет. И там где-то находим тоже эту кнопку. Там соединиться с FTP сервером. Дальше у нас откроется вот здесь окно. Оно закрыто этим окном. Где у нас будет пустое окно белое. И разные кнопки. Соединиться, добавить новый URL и так далее. Нам потребуется сейчас добавить. Добавляем. Нажимаем добавить. Здесь все то же самое. Имя соединения. Это имя, которое служит исключительно для вас. Вы можете его назвать мой сайт. Или можете назвать его абсолютно как-то по-другому. Но в принципе это имя служит исключительно для вас. Его вы сами придумываете и вписываете. Сервер. Сервер это то же самое, что мы в файл ZIL закидывали. Хост сервер. Это то, что вам предоставляет хостинг компания. В которой вы заказали. Потом здесь логин вы вписываете. Анонимное соединение можно здесь выбрать. Либо неанонимное. Это на ваше усмотрение. Ну в принципе если вы часто будете подключать. Лучше здесь неанонимное соединение выставлять. И пароль вы закидываете. То есть все, что вам здесь нужно. Это вот указать имя соединения. Это исключительно для вас. Сервер. Логин и пароль. Опять же. И в принципе вот здесь в конце еще и только галочку нажмете. И все. Нажимаем ОК. Сайт здесь добавляется. Он появляется. Вы на сайт нажимаете. Нажимаете соединиться. И у вас в этом окне, к примеру, появляются файлы сервера. Здесь же файлы с компьютера. В этом окне. Таким образом, опять же, все то же самое. Вы закидываете на сервер. Там их, ну и также их можно скачать. Там опять как-то поредактировать эти файлы и опять закинуть. Ну, то есть уже работать с сайтом. Вот. Такая тема. Так. Ну, как-то подытожим это все. То есть что получается. Чтобы закинуть сайт в интернет, вам нужен хостинг и домен. Как только вы получили хостинг, вам нужно подключиться к серверу. Для подключения к серверу вам нужны данные. Да. Там сервер, в котором подключаются, логин и пароль. Если у вас их нету, обратитесь в техподдержку. Чтобы подключиться к серверу, нам нужна специальная программа. Эта программа может быть файл ZIL, к примеру. Total Commander или отличная программа для Mac. Это кода. Также можете какую-то свою программу поискать. Это очень просто. На сегодняшний день искать эти все программы. Просто пишите FTP сервер, там программы. Ну и Google вам выбьет. Вот. Подключаетесь, вводите все данные. Ваш сайт отображается в этой программке. И просто в папку 3W, предварительно удалив все данные с нее. Закидываете в ваш сайт. И все. Теперь он отображается в интернете. Отображается. Его каждый пользователь может найти. Напомню еще раз. По умолчанию отображается index.html или PHP, если вы там на языке PHP создаете. То есть, когда просто человек заходит, к примеру, у вас сайт называется testsite.com. Это означает, что testsite.com.index.html. Да. Вот такая тема. Ну, думаю, все. Я думаю, все понятно. Если что, то, конечно, пишите в комментариях. Спрашивайте. А также подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И до скорых встреч. Пока. Пока.